Расскажу в первую очередь о компании нашей, Ростовской областной коллегии адвоката, и во вторую очередь о Сантею Делового Роста. Компании адвокатской, здесь уже было сказано, что безусловно мы для бизнеса, для малого или среднего, какую ценность мы можем предоставить, это бесплатная консультация. Для нас, собственно, ничего сложного, для компании, безусловно, для нашего антифизисного предложения, безусловно, плюс рост, какая-то поддержка, которую они, скажем так, получить, если могут, то в очень некачественном формате. Потому как если это бесплатная консультация, почему-то у людей сразу такая реакция, что она какая-то некачественная. В рамках нашего приложения в комплексе, качество, мы можем ответить за качество наших услуг, что, наверное, сейчас, пожалуй, достаточно важно. И о том здесь говорились в рамках, скажем так, нашей программы. Я шаблоны вам сейчас раздам. Кто-то заполнял их уже, шаблон предоставления информации по проекту нашему антифизисному. Кто-то заполнял, кто-то нет. Вот семь компаний уже, семь, да, семь уже заполнила. Для чего это делается? Данный шаблон делается, чтобы понять, первое, какую бесплатную ценность для клиента компания с нашей стороны может дать, что мы можем дать в нашу, в наш проект антифизис. Второе, рассказать немножко о компании. Кто это, что это, сайт компании показать. Ну вот о чем сказали, собственно. Третье, это контакты дать, то есть как выйти на связь с компанией, партнером, кто бы говорил в этом проекте. И четвертое, это темы мастер-классов, рассчитанные на различную целевую аудиторию. Вот здесь очень интересно, у меня сложилась такая уже достаточно целостная картина в голове. Марина нам начала, то, что мы начали к мастер-классам, и Ирина говорила, вот эти мастер-классы, которые уже компании предоставили, которые мы можем предоставить, да, без проведения, пусть даже бесплатных мастер-классов, полчаса, сорок минут, безусловно, они практичны. То есть то, что нужно к разной подготовке неких менеджеров или еще кого-то. Все эти мастер-классы, я считаю, что, ну вот, судя из тех компаний, которые уже есть, которые здесь присутствуют, мы можем сформировать не одну даже систему, несколько точных систем. Систем подготовки. То есть не делать просто, как у нас планировалось на прошлом заседании, какой-то пространный список этих мастер-классов, а винить действительно в систему, чтобы эти системы давали подготовку, скажем так, там предприниматели, да, либо предприниматели просто молодые, да, либо подготовку сотрудников, да, для компаний, там, для рекламных и так далее. И мы можем в рамках техмастер-класса насыщить действительно в хорошей системе полезными и качественными информациями. То есть я правильно тебя услышал, ты предлагаешь сделать некую такую пошаговую школу, там, предпринимателя, где спикерами являются представители разных отраслей. Да, даже не предпринимателям, Максим, не ограничиваться, потому как у нас список мастер-классов уже такой, я представляю список этот видео мастер-классов, что мы можем не просто школу предпринимателей сдать, да, а школу менеджера подготовки. То есть спектр у нас широк. По налоговой базе тоже. Я думаю, со стороны адвокации, я думаю, по налоговой базе, кто как не нам... Ну, даже в основном там обналичка, около меня тут за голову. Ну, практика, практика, практика. Не знаю, специализация такая. Специализация, практика, да. Не, ну, можем, конечно. Нет, Драник, я просто сталкивался. По налоговому сходу судимся. Да, я просто сталкивался, натыкался на такие вещи, когда, скажем так, штатные какие-нибудь юристы из компании, которые не развиваются, они зарыты в бумажках, рассказывают о налоговом законодательстве, да, и вот ИЧА в службах. А почему-то практики, вот адвокаты, да, там юристы, которые действительно практикуются, как-то этого особо нет. Хотя кому как не практика, мы, собственно, об этом рассказываем, да, и давайте такие мастер-классы. То есть, собственно, здесь вот как раз-таки аналогик, да, и вот о трудоустройстве. Но к нашим, вот, собственно, шаблонам. Бесплатную ценность, я сказал адвокатам, это бесплатная консультация. В дальнейшем, возможно, это юридическое сопровождение различных, то есть, сделать, да, в бизнесе. Сайт – это хорошо, можете все, я думаю, посмотрят в электронном виде. В дальнейшем Алексей предлагает нам сделать сборник некий, да. Вот эти карты, вот, как они выглядят, примерно, вот она на одну страницу, вот она на две страницы. Собрать такие карты, и чтобы по этим картам был некий буклет, да, шаблон, по которым эта компания-партнера, да, мы могли связаться, выйти, когда нам нужно, собственно, на какую компанию, и посмотреть о ней. То есть, получается, в общем, даже, как приятная вещь, легко сориентироваться на рынке в качественных услугах. В комплексе. Вот. По поводу мастер-класса. Могу вам перечислить, почему это актуально, какие мастер-классы, почему у меня такая система в голове, собственно, сложилась. Ну, например, вот, в юридической направленности. Такой мастер-класс может быть, как подводная камня договорной практики при работе юридических лиц. То есть, вещь очень интересная, да, действительно, практическая. Андрей Ник будет, собственно, проводить в мастер-классе. Ну, надеюсь, он состоится в этом мастер-классе, да, в итоге. Вещь интересная, да, людей вот еще вот нужно такое узнать. Или есть такие вещи, например, на прошлой встрече Алексея Анидасовна Ивановна рассказывали, и я столкнулся со многими людьми в Ростове, что интеллектуальные права, да, и защиты, ну, реально не знают люди. Не защищают их, не знают, где защитить. И если пытаются найти, где, собственно, защиту, они бегают судорожно и пытаются что-то найти. Максимум, что они находят, это каких-то бабушек и дедушек на предприятиях, научно-исследовательстве, которые еще в советское время, да, там, по советской системе, как-то блок научились работать, и все. А, собственно, современным законодательством не ориентироваться. Поэтому, допустим, такой в мастер-класс, возможно, как интеллектуальные права в бизнес-процессах, работе организаций. Ну, тоже может быть интересно и практично, собственно. Ну, я так понял, это уже у нас к вопросу о формировании учреждения и графике семинаров, да? Ну, да, тут двояко, да, и графика семинаров, собственно, то, что в системе, да, и о Сентео, в двух словах, да. Что Сентео, да? В первую очередь, это, Максимум, мы после того, как проехали, да, посмотрели на бизнес-процессы в организациях различных в Ростове, да, безусловно, кризис в головах большинства компаний, и кризис в головах, прежде всего, наверное, не только сотрудник, а руководителя. Когда руководитель не хочет развиваться... Я просто сразу к вопросу о истории хотел бы такой пример привести, а то я одному рекламному агенту, я не буду называть название в целях, там, этичности. То есть мы заходим с Александром, значит, на встречу.